Село Новопавловка, улица Кирова. Накануне вечером сгорел магазин строительных материалов. Возгорание началось около 7 часов вечера. Конечно же, первым это заметили соседи. Они выбежали с ведрами в руках, но потушить они, конечно же, не смогли. Все усилия были тщетными. Также мы видим, что дом хозяев находится рядом. Благо, что огонь не перекинулся. Я сидел, курил. Вот там у меня лавочка. Курил и началось. Пожарный магазин, денеж, пацан, вот он вызвал. Просто у меня телефон дома был, у него телефон завод был. Пожарные приехали где-то минут через 15, нормально. В шестой части, сады Галиева, это нормально, за минут 15. Вот я сейчас зашел, посмотрел, вот даже, видите, руки, да? Вот, Назира, я тебе достал, что у тебя уцелело. Какие-то ножи, мажи, да, вот вы видели все. А практически остальное ничего не уцелело. А за сколько время потушили-то пожарные? Пожарные где-то, ну, часа-полтора работали, да? Часа-полтора работали. Если 7 часов началось, ну, где-то до полдевятого, полтора часа. Потому что это все закрыто было. Хозяева рассказали, что магазин был построен еще в 2014 году из легкой конструкции. Это паркеты, так называемые сэндвич-панели. Внутри здания было все для того, чтобы потушить пожар. Это и огнетушители. Но огонь был такой силой, что подобраться к зданию было невозможно. Товаров здесь я сейчас затрудняюсь сказать сколько. Ну, много было, в общем. Вот, конечно, было построено кредитные деньги, которые до сих пор еще выплачиваем. Вот, потерпели вот такую вот неудачу. Возгорание началось с офисного помещения. Я просто не смог уже туда дойти. Задымление было сильным. Вот, очень быстро огонь распространился. Версия такая, что, скорее всего, в офисе оставалось включенным. Только один компьютер-сервер, в общем, центральный блок включен. А остальное все было у нас обестачивается, когда выходим. Только один сервер был подключен. Мы грешим только на него. Больше там нечего было разгораться. Полностью сгорело около 400 квадратных метров. По словам хозяев, никто ничего не успел вытащить. Здесь были деньги, также документы. Товара было на общую сумму 10 миллионов сомов. В 20 часов в 00 минут было отправлен дополнительный боевой расчет на автоцистерне. С помощью двух боевых расчетов на автоцистерне с подачей пяти стволов на пожаротушение. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Дополнительно к месту пожаротушения было привлечено энергослужба и наряд милиции. КОНЕЦ КОНЕЦ